Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог! Сегодня я снимаю в железнодорожном музее, он находится на Балтийской, и он очень крут! Тут даже паровоз на парковке! Музей уже 4 года, я даже не знал о его существовании и о его масштабах, он реально гигантский, здесь своя собственная железнодорожная сеть, куча-куча ретро-паровозов всех времен, со всей России. Если вы еще не были в музее российских железных дорог, обязательно его посетите, потому что это очень интересно! Что же я буду здесь снимать? Дело в том, что любимый Пушкинский дом выставляет в одном из вагонов этого музея свою экспозицию, посвященную Некрасову. А у Некрасова есть стихотворение, которое называется «Железная дорога», и мы учили его в школе, но лично я этот урок, кажется, пропустил. Соответственно, мы будем снимать сегодня артиста, который будет читать это стихотворение в интерьерах чудесных поездов. В общем, выставка Пушкинского дома внутри музея РЖД, двойная выставка, посетите обязательно. Камон, ребята, это же... Че еще делать в пандемию, как не ходить по музеям? Ведь коронавирус, как мы знаем, культурный и не жрет людей, которые ходят в музеи. Все, всем пока, мир, пиз, увидимся на съемочной площадке, расскажу поподробнее. Подписывайтесь, ставьтесь лайками, трясите в бубенец. Смотрите просто, какая красота! Хуба! Паровоз! Вот тут есть табличка, как это все выглядит. Видите, очень много поездов. Какие-то люди идут на электричке, а мы идем в музей. Вагон-ресторан. Тут будет какая-то дикая вечеринка завтра, поэтому мы снимаем сегодня. Вот такие мы хитрые. Это костюм Некрасова самого? Это... Да, это костюм нашего друга Андрея Никитина, который был весь в кошачьей шерсти. И я сегодня утром потратила два часа, чтобы снять всю шерсть, отгладить, хотя бы после кимс-чистки. Некрасов вонаби будет сидеть и читать свою собственную книгу. Такая режиссерская задумка. Посмотрим, что из этого получится. Хорошо, тогда мы можем просто ротацию сделать, пойти туда сначала. Ну, вот здесь отснять, пойти туда, а потом уже все здесь сделать. Давненько стабика-то не было, а? Вот, и дашь ему команду листать. И он начнет листать. Привет, Саша. Да, симметрично, блин, ну почти успел. Ура! Очень красивые, что ли. Они неплохие, да, но я говорю, вот они как бы периодически как-то странно смотрятся. Славная осень. Он здоровый, ядреный, воздух усталый, силы бодрит. Лед, неокрепший на речке студеный, словно как тающий сахар лежит. Че? Восклицания послышались грозные. Топоты скрежет зубов. Тень набежала на стекла морозные. Что там? Толба мертвецов. Да не робей за отчизну любезную. Вынес достаточно русский народ. Вынес и эту дорогу железную. Вынесет все, что Господь не пошлет. Вынесет все, и широкую, и ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется. Ни мне, ни тебе. Сейчас начнет нравиться, да, в какое-то время. Пойдешь, купишь себе Тома Некрасова, будешь не о чем читать. Ну как, мы справились сегодня с съемками?